Дела про школьную жизнь. Всем привет. Прежде чем рассказать про школьные дела и школьную жизнь, хочу вам напомнить, кто сторис мои не смотрит, там много хорошей полезной информации, а особенно все, что касается скидок, как можно заработать у меня в институте, и все такое. Почаще смотрите сторис, и вы будете больше знать. И насчет скидок. До завтрашнего дня скидка вход в клуб стоит 1600 рублей вместо 1800. Через два дня будет стоить 2000 рублей. Каждый месяц я поднимаю цену. Почему? Потому что объем работы колоссальный, который мы даем в клубе. И как только вы туда зайдете, вам будут доступны все эфиры, все прямые эфиры, которые мы сохраняем каждый день для вас. Мы – это 9 спикеров. Это сексолог, психолог, три психолога, это фитнес. Я даю тренировки каждый день, йогу каждый день. Также два раза в неделю. Спасибо. Два раза в неделю с трипластикой Тверк, уроки вокала, есть эфиры с адвокатом, с гинекологом. Все это стоит тысяч... Для вас сегодня стоит 1600 рублей, полутора годовалая подписка. Вход в клуб будет доступен до 1 марта 2022 года. Вроде бы все сказала. Чтобы приобрести участие, напишите вот сюда в WhatsApp, одно слово «участвуй». Через два дня будет вход стоить 2000 рублей. На сегодня вы можете зайти за 1600. Вот. А теперь про школу. Почему я не буду сохранить этот эфир? Потому что, если бы я продолжала вести не войну, а, скажем так, разбирательство с мамой Кирилла, то, понятное дело, что она в любом случае... Ну, давайте будем честными. Она в любом случае не права. И в любом случае проиграла бы эту непонятную войну по той простой причине, что... Ну, всегда победит тот, кто прав, скажем так. Не хочу ничего лишнего говорить про маму Кирилла, потому что она мне сегодня уже писала и заблокировала. У нас было родительское собрание. Спасибо. Да, пока я болтаю про школу. Почему не хочу сохранять? Потому что звонила мне учитель Юры. И очень просила, она рассчитывала на мою адекватность и понимание. Очень просила не поднимать лишний раз тему про школу, про ситуацию, которая произошла между мальчиками. Вот. И я пообещала, что не буду снимать сторисы и заливать новые посты со всей этой хренью. По-другому не назвать. Вот. Но мама Кирилла, она не успокоилась. Ей хочется чего-то... Я не знаю, то ли она чего-то сожрет, какой-то наркоты. Такое ощущение, что в Краснодаре пока нет. Я сейчас расскажу ситуацию, потому что многих волнует, интересует. Я поэтому хочу уже рассказать, но эфир сохранять не буду. Поэтому воспользуйтесь пока скидкой, которая действует. Вот. Кто, ну, не сохранит информацию в WhatsApp, еще что-то, зайдите в сторис, там посмотрите, есть телефон. Вот. И по поводу ситуации, что я могу сказать, девчонки? Пишет, что... Что за... Сейчас расскажу. Сейчас даже расскажу, что она мне писала сегодня. Я ее заблокировала просто на каком-то определенном сообщении, заблокировала, потому что я не могу с такими токсичными людьми общаться. Во-первых, я понимаю, что моя аватарка тоже не огонь, не монашка. Но у меня аватарка такая же, как в Instagram, узнаваемая моя, рабочий, мой рабочий телефон, мы узнаваем по аватарке. Какой у меня есть, такой вот есть все. Здесь явно девушка в поиске, сейчас не будем ей оценку давать, она просто мне пишет сегодня. Здравствуйте, проследите, чтобы ваш сын не подходил к Кириллу. Я пишу, каким образом? В школу вход родителям запрещен. Так оно и есть на самом деле. Я ему сказала, чтобы держал дистанцию, насколько это возможно. Пишет, вы его мать, и вам виднее, как донести информацию до своего ребенка. Пишу, я в стенах школы совершенно некомпетентна. Все остальное объяснила. Все, после этого я заблокировала. Потому что я поняла, что дальше будет ахиней. Если я начну отвечать, я даже на родительском собрании сегодня выключила себе возможность говорить, потому что я знала, что если вдруг, не дай бог, что-то вырвется из моих уст, это будет только во вред нашему классному руководителю, а она абсолютно классный педагог. Вообще суперская женщина. Так как все учителя, собственно говоря. костюмы, это профит. Вот это худи, желтый, вообще почти все спортивные вот эти штаны, мои любимые, бананы, это профит. В сторис посмотрите, ссылка есть. Вот. И когда очередная эта ахиняя пошла, причем я Юрий, ты поворачиваешься, мы с Юркой пошли в магазин за продуктами, так как Верочка кашляет, дома осталась. Я Юрку дожидалась, говорю, Юрка, давай сходим, нам надо много купить, мы с тобой вдвоем сходим на час. Все, купим разом, домой принесем, вот, чтобы она одна дома недолго была, кашляет. Нет, не все очень, ну, у нас в школе, мне нравятся все учителя, претензий ни к одному нет, ни у меня, ни у сына. Вот, и, собственно говоря, что там дальше, ну, это вообще прикол нашего городка. Я так понимаю, что эту маму, если бы я начала дальше общаться, так как я привыкла общаться, у мамы крышу бы точно подснесло жестко, прям жестко подснесло, причем я же никогда ни претензий не предъявляю, я просто по факту говорю, как оно есть. Ну, серьезно, если я не могу зайти в школу и следить за вашим ребенком, чтобы он не подходил к Юре, например, а у меня сын воспитанный, он подходит, я говорю, Юр, что там сегодня произошло? Ничего не произошло, просто в столовой были, говорит, сказал, приятный аппетит, все. Ну, я что, виновата, что он воспитанный, блин? Я говорю, Юр, ну, тогда игнорируй, делай вид, что его нет в классе. Ну, а что, что я еще могу ребенку своему сказать? То есть, мама сама просит, чтобы ее сына игнорировали, а потом она будет бежать, испулить и говорить, моего мальчика игнорируют в школе, это что за заговор? Понимаете, в чем будет трындец-то весь? А я всего лишь Юрке, ну, Юра Компанецкий, он общается со всеми в классе, и с учениками, и с учителями, и с девчонками общается, друг к другу в гости ходят, нормальные отношения у детей, у подростков. А здесь мама Кирилла просит, чтобы я проследила, я проследила, чтобы он не подходил к ее сыну. В смысле? В смысле не подходил? Как я это могу сделать? Я должна 24 на 7, как овчарка, сидеть около своего сына в школе, потом на улице, еще где-то. Это что за абсурд? Я вот честно не могла. Странный свет. Да, это фильтр такое, освещение прикольное. Мне нравится. Вот. Я честно не могла понять, как этот вопрос или просьбу реализовать. В смысле? Проследите, чтобы. На улице прослежу, я прослежу, чтобы ваш сын не приходил ко мне в гости. Это я могу проследить. А как я могу проследить, как они в школе будут общаться? Это уже не ко мне вопрос. Это к учителю, к социальную педагогу, к психологу, ну, все, к охране. Фотографии. Но меня не впускают в школу. И мам остальных не пускают. Поэтому сегодня родительское собрание было через Zoom. Вот. Исключительно через интернет мы общались. Не классическая я же мать, вы знаете, не классическая. Ну, так как я все равно этот эфир удалю, сейчас покажу. Я же мать классическую. Ну, не совсем классическая. Я же мать, да? Мамка Кирилла. Такая, это не тетя вам моя ровесница. Понимаете? Хотя, может, она и моя ровесница. Фотография просто хорошая, не знаю. Я никого не видела в классе. Может быть, ее видела, как девушка была темненько-высокая. Все, что я видела. Потому что я особо ни с кем не общаюсь. Ну, нигде. В школе, в саду, я имею в виду, у меня нет на это времени встать там, трещать. Ну, не совсем классическая. Я же мать. Не совсем. Вот. А претензии про гомосексуальные там какие-то сношения, насилие, еще там что-то. У нее очень богатая фантазия сексуальная, это точно. То ли опыт есть какой-то негативный. Я не знаю. Ну, блин. Идите отследите, чтобы ваш сын держался на дистанции. Я даже не представляю, как это сделать. 10 минут эфир, оповещения не приходят, да. Ну, внутри. Так я сама не идеальна. У меня сколько голых фотографий, голых видеороликов. Я же, блин, не идеальный человек. Я уже сколько раз об этом говорила. Вот. Сейчас наверняка будут умники, которые скажут, да, у меня обычная школа у нас. Умники скажут, что давай мы начнем. Я воспитываю. Ну, возможно. 100% смотрят. Поэтому я эфир не сохраню, чтобы она не могла предъявить претензии потом учителю. Хотя мне по-хорошему, давайте будем честными, по-хорошему мне посрать. Правильно? Кто что скажет. Но исключительно только из-за того, что я уважаю классного руководителя Юры. На ее месте я бы точно не хотела быть. Постоянно прыгать между двух, трех, пяти огней и стараться найти какую-то, скажем так, ниточку дружбы. Это сложно. Но сегодня опять же момент такой. И вам спасибо, девчонки, за обратную связь насчет клуба. Хватит пить. Олесь, только ради вас. Вот как я сегодня на родительском собрании сидела в прямом эфире. С кружкой чая. Вам нравится этот обман? Не вопрос. Без проблем. Я буду тогда вас вот таким образом успокаивать. Буду сидеть с кружкой, чайной кружкой и пить просека. Вам так проще? Вам нравится жить во лжи? Вы же понимаете, что вы людей, когда вот таким образом пытаетесь поменять, там, может быть, мужа своего каждый день пьете. Олесь, я каждый день тренирую. Вот тренирую так, что вы бы встали хоть раз, его задницу подняли и со мной бы потренировались. Хорошо? А то вот это пиздеть, не мешки ворочить. Вот я буду так обманывать. А потом вы удивляетесь, почему меня мой муж обманывает, девочки? Потому что мне проще сидеть с кружкой, чтобы в ближний раз не пиздели. Вот и все. Вот и все, понимаете? Вот ответ на все вопросы. Или я сижу настоящая и вы мне постоянно предъявляете и всякую хуйню несете в мадрес. Хватит пить, там еще что-то. Или я делаю то же самое, только наебываю вас. И вы рот закрыли. Я сразу идеальная и вы заткнулись. Понимаете, да? В чем фишка? Вот поэтому с вами ваши мужчины себя так ведут, постоянно обманывают, постоянно ебывают, потому что вы мозг трахаете, мозг, понимаете, ебете мозг. И напомню для особо одаренных, что не меня муж бросил, а я ушла от своего мужа. Валера, как вам пример? Показательный? Ну, честно, не могу. Ну, не могу. Это надо себе на глотку наступить. Вот так что, да, добрый вечер. А я хочу поэкспериментировать, отрастить волосы. Про, что я думаю про однополые отношения? Хватит бухать. Олесь, ну, иди ты, блин, своему мужику, если он у тебя есть, говори, что ему хватит делать. Привет, Анютка, привет. Вокал. Ну, вот просто пойди ты своему мужику докопайся, посмотри, что он скажет тебе. Извините, что на ты перешла, но просто захотелось. Просто меня упрекают, там в чем-то мои какие-то недостатках. Вот, вы встаньте, проснитесь вместе со мной рано утречком, отведите ребенка в сад, в школу соберите, проведите тренировку. Завтра у меня силовая йога. Хотите на силовую йогу прийти? Вот, собственно говоря, жду, выйду в эфир в 11 часов, ко мне будет в это время как раз лететь Риточка Нащёкина. Завтра у нас будут фото-видео сейшн для рекламных роликов на набор марафона. Не, ну, чтобы в клуб зайти вот сюда, пишите, сегодня скидка. Девшонки, сегодня скидка через два дня будет не 1600, а 2000 рублей. Поэтому поспешите, зайдите за такую хорошую цену. Вот, я вам честно скажу, что я бы с удовольствием вас обманывала, вот, но мне от этого легче-то не будет. И не нужно мне быть какой-то идеальной, вы представляете, я же всё равно встречаюсь со своими подписчиками. У меня есть соседи, у меня есть люди, которые всё время меня видят в ресторанах, в магазинах. Я куплю себе бутылку вина и буду чувствовать вину, потому что я людей обманываю. Я приду в ресторан, закажу винишко, а вокруг, в ресторанах и клубах больше всего моих подписчиков. Как можно йогой заниматься и пить? Две вещи несовместимые? Ну, почему же? Ну, давайте начнём с того, что 99% йога учителей сидят на наркотиках. Как можно жрать наркоту и быть йогом? Я вам больше скажу, что не только быть йогом, ещё и людей обманывать. И они же приходят на ретриты, на очищение, чаёчки заваривают с наркотой, там, недельку. Я про это, про всё знаю, всё вдоль и поперёк. Ко мне многие приходят, я даже знаю, где эти ретриты проводят, кто эти ретриты проводят. И мне приходится людей ещё тащить из этого наркозависимости и психоделики. Я такой человек, какой есть. В йоге самое важное это гармония. Гармония души и тела. Если я чувствую дискомфорт, я говорю, нет, я отказываюсь от мяса, я отказываюсь от вина, я отказываюсь от секса, потому что я чистая женщина. А при этом я хочу выпить. Где тут гармония? Скажите, где здесь гармония? Нет здесь гармонии. Я делаю то, что я хочу делать. Я себе разрешаю это делать. В этом и есть соль. Гармония души и тела. Позвольте себе делать то, что вам хочется. Научитесь получать удовольствие каждый день от простых вещей. От бокала вина. Мы просто не живём с вами в Италии, в Испании, во Франции, там, где искупить питья. Два бокала, три бокала вина перед сном, это норма. Сольдом разбавить или красненькое вино с минералочкой, с водичкой тёплой, чтобы, ну, не сильно высокий градус был. Вот, Олеся, поэтому вы не переживайте. Да, Олеся кайфует, что отвечают. А, кстати, спасибо, Олеся, за эти вопросы. Почему? Потому что многих людей вот эти все вопросы тоже волнуют. Как же так можно совмещать йогу, фитнес, вино и мясо запросто можно. Главное, чтобы вам было от этого хорошо, чтобы вас это не разрушало. Я утром встаю бодряком, бегу, свои дела делаю. Для меня это как чай вечером попить. Ну, вот, то есть, от слова совсем никак на меня не действует вино в плане утром ни похмелья, ни больной головы нет. Ну, не просто выспалась хорошо и всё, и встала, и побежала. Если бы мне было тяжело вставать, вот как Иришка Шпак, почему? Часто в пример приводят то, что вот, выпивать плохо, Иришка Шпак сразу вспоминает, а почему меня не вспоминают? Потому что у меня каждый день тренировки на минуточку, кто со мной в клубе, те знают. Я единственная, кто не могу пропустить тренировки, потому что я их веду. У меня только в воскресенье нет тренировок, хотя иногда и в воскресенье бывает. Каждый день фитнес, йога, никто их не отменял, и, ну, собственно, никак не мешает. Я уже боюсь нести, скажем так, свою религию в нашу страну, потому что это будет опасно. У нас люди не умеют выпивать. По-разному я сплю. Когда клуб марафон набирает, то сплю где-то по 4-6 часов в сутки. Как наберу марафон, информацию чуть позже я его уже набираю, ну, часов 8 буду спать. В Новороссийскую еду в пятницу, будут каникулы у детей, уеду на недельку, я, наверное, делаю себе тайм-аут на хотя бы 5 дней, чтобы мои мышцы отдохнули, тело отдохнуло, но что у меня? Ягодицы, ноги все время болят, потому что я тренируюсь каждый день, каждый божий день. Так о том и речь, Про куклу Вуду, как с ней бороться, двух его знает. У меня нет куклы Вуду, и я не знаю, как с ней бороться. С чем я не сталкивалась, я даже не могу поделиться. Опыта нет. Так мы с Риткой все время смеемся как раз с того, что мы два тренера-алкаша. Хотя мы не единственные тренеры-алкаши, прибухнуть любят все, просто мы единственные, наверное, кто об этом вслух говорят, правду. И не боимся, что нас будут как-то там за это оскорблять, пробольщать, еще что-то, да плевать. Ну просто хочется выпить, я же говорю, я могу сидеть вот так с кружкой, как все это делают, рассказывают, ой, я пью зеленый чай. Молочный лун, какой запах вкуса. Прям свежий, только-только что заварила. Я уже две недели мясо не ем. И могу вам в сторис снимать, как я с утра до ночи. Работаю, 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 тренируюсь, йогу провожу. Но реально я так и делаю. Но только я не могу это снимать, потому что с той стороны экрана сижу. Как я могу снимать вам, как я работаю, если я работаю. То есть у меня же нет помощницы, которая со мной живет, 24 на 7 будет снимать для вас сторис, ну такие прям лайф-лайф. Приходите в клуб и увидите мой режим. Просто увидите, узнаете. А пока я попью вкусный молочный лун, добавлю немножечко. Луна. Да как могут быть тренировки в дрова? Вы чего, девчонки? Да, подписка до 22 года, до 1 марта 22 года. Так и есть. В 7.40 у меня будильник 7.40. Это как в той еврейской песне, да? На-на-на-на-на-на-на. В 7.40 у меня встали. А, издеваетесь что ли без мяса? Я без мяса в Москве не могу жить, честно. Ну, если не тяжелое там, ну я имею ввиду мясо типа барань, свинину вообще уже перестала есть, не могу есть, мне неприятно даже. Баранина, телятина. Я редко ем. В основном это птица. Птица, рыба. Иногда могу кролика съесть. Так я вам про это и говорю. Вот если вы хотите, чтобы вас обманывали, ну как все обманывают, собственно говоря, то это не ко мне. Я честный блогер, поэтому обманывает не мой конек. Хотя мне часто, знаете, что ой, вопчинка-то не обманывает, вопчинка. Спасибо, да. Вопчинка-то не обманывает. Об этом говорят люди, которые прям первоклассные лгуны. Поясничная грыжа. В поясничном отделе, я так понимаю. Согласна. Вот вы, наконец-таки, вы меня услышали, да, то, что мне с кружки неприятно молочную луну пить. Спасибо, да. Про девчонки-грыжи. Поясничный, грудной, шейный отдел. Не имеет значения. Начните с перинатальной йоги. После того, как вы почувствуете легкость в спине, когда уйдут боли, можно перейти на фитнес. Опять же, фитнес для беременных, йога для беременных. И постепенно нагрузку добавляем. Йога для спины, растяжка. Фитнес, ну, месяца через два только можно. Ну, для всех. Потому что у меня же нагрузки большие. У меня кардио сколько тренировок. Ну, то есть у меня час идет тренировка, и где-то минут 20 из этого часа у меня только кардио. И вообще у меня вся тренировка, круговая кардио, она у меня вся в одном ритме. Без остановок, без передышек, без перекуров. Там большие нагрузки. Поэтому, ну, постепенно заходим в ритм. 12-12,5 градусов вино. Вот это 11. Вот, показываю. 11, видите? Просека. Куда деть нервы, когда муж с сердцем, дочь тоже болеет? Ну, вот вы интересные, а? Все болеют, да? Всем. Что там? Еще раз подскажите, пожалуйста, куда деть нервы? Куда деть? Фитнес. Где выбросить? Проще всего, где вообще взять энергию и избавиться от деструктивной энергии, от плохих мыслей, эмоций. Фитнес. Агрессивный, причем, фитнес. Такой, чтобы прорать можно было. Покричать, чтобы ваше тело напрягалось хорошенечко. Протез, девочки, у кого протезы? Вот, тазобедренного сустава. Во-первых, я еще и йогу сделаю, ну, так как колясочники есть. Все никак не запишу для Кати, Оли, йогу и фитнес для колясочников. Это во-первых. А во-вторых, девчонки, начните с перинатальной йоги. Йога для беременных. Так, у меня все в записи. Сейчас покажу, как это выглядит. Клуб. Марафон это супер. Ну, у меня есть информация под последним постом про марафон. Вот, но про клуб, так как у меня осталось всего два дня до октября, я поэтому хочу про клуб рассказать. Клуб, смотрите, 739 публикаций. То есть, получается, около 600 эфиров, прямых эфиров. 600. Это вам не курсы продавать, 10 роликов, которые записывают там, 20 операторов, 30 косметологов, там, ну, которые грим делают, стилистов, еще что-то. Студию снять? Нет, чистый лайф. Показываю. Эфиры с гинекологом, психология с Риной была, фитнес сегодня. Вот, пожалуйста. Закрытый клуб, более 5000 человек. 739 публикаций. Прямые эфиры. Сексология с Машей. Вокал с Анной Воронцовой. Йога, фитнес. Растяжка. Тверк с Элечкой. Выглядит, конечно, заставка огонь, но тверк из трипластика, это нечто, конечно. Вот. Вот столько вот эфиров у вас, я даже не знаю. Сколько их там листать? Вот этот. Тверк с трипластика. Профалинг с Абиной пантус. Вот, собственно говоря, Абиночка. Гинеколог, Армине. Адвокат. Тут там много чего. Этот проект стоит намного дороже. Там 50 тысяч рублей вход, 100 тысяч рублей. Ну вот я так сделала, такой недорогой вход, чтобы как можно больше людей могли зайти, поработать, потренироваться, посмотреть, послушать психологию, сексологию, раскрыть свое женское начало, свою сексуальность, проработать. А кто в клубе, клуб, будет участвовать в марафоне? Нет, марафон, это отдельная история. Я вам больше скажу, что те, кто зайдут в марафон, будет скидка, ну, такая же скидка будет на клуб. Лицо часто подкалывает, и при чем тут ваша йога? Ну, Ангелма, ну что ж вы такая дура? Вот, знаете, вроде бы, как люди задают умные вопросы, а дочитающие, понимаешь, бля, какая дура. Беревитализация, что такое беревитализация для кожи? Солнышко, вы видите, у меня подбородок? Как вы думаете, витамины под кожу сделают мое лицо таким? Ну, вот честно. Ну, нет, конечно. Беревитализация – это витамины под кожу. Все. Вы можете их пить, но только они готовы свою печень убивать таблетками. Или можете локально работать, прям на кожу, на дерму, проколоть свое лицо витаминами. Да, ну, вы можете покупать витамины дорогущие, там, по 5, по 10 тысяч рублей и пить их. Вот, и, возможно, результат увидите там через полгода, через год. А вы можете точно эти же витамины, абсолютно такие же витамины, у косметолога проколоть. Все. Это не нити, это не ботокс. Моё лицо всегда активное, как вы видите. Все морщины у меня есть. Я никогда не колола ботокс. У меня нет нитей. Все, что я делаю, это добавляю объем губ раз в 9 месяцев и делаю бериевитализацию точно так же раз в 9 месяцев. Все. Нет, не пью я витамины. Спасибо, девчонки. Поэтому вы про этот массажер сейчас покажу. Господи, тоже. У меня такие умные женщины как напишут. Про тренажер. Тоже. Марин, вы же против фейс-фитнеса. Или фейс-билдинга. Фейс-билдинга. Да, против. Но давайте вспомним рекомендации. Как держать себя в тонусе. Тренировки. Окей, только тренировки. Этого мало. Надо еще за питанием следить. Надо еще массажи делать. Обертывания. Антицеллюлитные массажи делать. За режимом своим следить. То есть понимаете, что погладить себя, по роже постучать, ничего в вашей жизни не поменяется. Но если вы будете тренироваться, заниматься йогой, добавите. Хотя вот этот массаж, блин, да, просто кайфово сидеть, себя массировать. Вот телик смотреть, я не знаю, чай, кофе пить. Какой-то релакс. Знаете, такой. Релакс. Для меня это какой-то релакс. Кайф. Вот. И про то, что инъекции, девчат, я не фейс-тренер. Хотя могла бы им быть. Меня часто вербуют. Марина, у вас такое лицо идеально для женщины. Вам же почти 40. Может быть, вы будете фейс-фитнес, там, фейс-билдинг вести. Я говорю, нахуа? Говорю, вот нахуа? Говорю, если... Обожаю шоколад. Сейчас конфету целую съела, каракума. Говорю, если я, вот, слежу за своим лицом, исключительно только бериавитализация. Раз в 9 месяцев. И хотите, выключу сейчас фильтр. Полностью выключу. Увидите, синячки уколов. Что все было честно. Ой, извините, куда-то не туда леснуло. Сейчас найду. Без фильтра. Нет, нет, извините. Так, где? Где без фильтра? Секундочку. Найду без фильтра. А, вот. Ну. Лицо без фильтра. Причем еще и свет не самый удачный. Пожалуйста, смотрите. Абсолютно активный лоб. Потому что никогда не пользовалась ботоксом. Живое, естественно, лицо. Ну да, есть пару синячков. Ну, у меня в одних и тех же местах обычно. Там, где сосуды. Все. Пока еще участников в марафоне немного. За два дня. За два дня все зайдут. Обычно, когда идет набор на марафон, девчонки так, знаете, ну, долго раскачиваются, думают. А потом за двое суток сразу три-четыре тысячи заходят. Что-то... Нет, в клубе более пяти тысяч. В марафоне нет. В марафоне пока там... Сколько? Человек триста, по-моему. Спасибо. Ну, чин-чин. Синячки от того, что у меня очень тонкая кожа. Алсу просто филигранно работает с кожей. Но так как она у меня тонкая, все равно хоть один-два сосудика, но пробьем. Вот такая вот у меня кожа. Причем я знаю, где у меня сосуды находятся. Они у меня... Вот здесь в этот раз игрался только вот сюда. Давай ближе к носу не будем трогать. Вот. Ну, здесь еще ладно, простительно. А как брови заблокировать? Как-никак. Брови как заблокировать? Смотрите, видите, одна бровь работает. Вот вторая. А вот другая. Как я это делаю? Как вы думаете? Все у вас в голове, девочки. Вы чего такие глупенькие, а? Вот две брови. Вот правая. Вот левая. Вы даете сигнал отсюда, как управлять своим телом. Вы сейчас мне серьезно эти вопросы задаете? Вы рукой, когда жамкаете, другой. Вы думаете, ваше тело само по себе это делает? Возьмите вот так, мозг вытащите. Ваше тело будет само по себе жить и делать? Нет. Все, всем управляет мозг. Так же здесь. Левая, правая, две. Хмурые брови. Дутые губы. Широкая улыбка. Он так себе. Все это делает мозг, а не вы. Как начинать заниматься спортом с большим весом? Фитнес для беременных, йога для беременных. Пожалуйста. Это действительно без фильтров. Дешенки, а как мне? Смотрите, я сейчас вам покажу. Фото. Ну, чтобы вы понимали. Видите, у меня стоит галочка, где вот, без фильтра. Вот она. Вот фильтры пошли дальше. А я вот здесь нахожусь без фильтра. А смысл у меня вас обманывать? Вы меня каждый день на улице видите. Каждый божий день меня видят на улице, фотографируются. Просто я в сторис не снимаю. Я не фанатею снимать людей. Тем более без разрешения. И говорят, о, это мои подписчики. Ну, зачем? Люди не всегда готовы к съемке. Не всегда умеют позировать. Не всегда знают, где их рабочая сторона, а где нет. Это я уже привыкла к себе, к любой. Даже если можно зайти на страницу подруг, увидеть себя какой-нибудь. Вот такой я уже к этому привыкла. Мне все равно, как я выгляжу. Понимаете? Привет. Спасибо. А вот фильтры, вот. Вот фильтр. Чувствуете разницу? Собственно говоря, вот без фильтра. В марафоне нет ограничений по весу. Этот телефон не под марафон, под клуб. В клубе через два дня будет подорожание. Поэтому я и делаю эфир под клуб. Я этот эфир сохранять не буду. И пока вы со мной в эфире, у вас есть возможность написать мне на номер телефона, который указан внизу, и зайти в клуб за 1600 рублей вместо 1800. С 1 октября будет вход 2000 рублей. Есть занятие давления? Есть. Ваш активный мозг. Это занятие давления. Кто со мной в клубе, те прослушали 6 часов лекции по психосоматике. Я вела как раз все эти 6 лекций. Согласна, спасибо, да. А мне нравится, знаете, чем фильтры? Тем, что свет немножечко другой. И мне читать вас легче, так как здесь глубина меняется. Вот, и сложно. А фильтры делаешь, что более как на листке читаешь. Спасибо. Вот, про... Что там у вас? А, давление, господи. Не забывайте, что давление, это из психосоматической... Ну, в Чикагской семерке есть такое понятие в психосоматике, уже подтверждено официально, что этого заболевания нет. Это гипертония, давление. За исключением, есть исключение за исключением, если у вас была какая-то серьезная травма, сбил автомобиль, упали, перелом. И в шейном отделе, я сейчас по шейной отделу, если грудной и поясничный, там никакого отношения к давлению не имеет. Вот именно шейные. Если были такие серьезные травмы, то там, конечно, может влиять на ваше физическое состояние, и давление может подниматься. А чаще всего возникает повышенное давление, когда наши тараканы очень жестко трахаются в нашей голове. Прям трахаются и трахают друг друга, потом еще друг друга размножаются, потом еще размножаются, размножаются. Ваши тараканы, в принципе, это и есть гипертония. Вы сидите, начинаете гонять. А если вдруг у меня спит? А если вдруг у меня... Что там, следующая? Это онкология. А если вдруг у меня сейчас еще новая хрень? Ковид. А если чихаю, кашляю? Бля, все, ковид, все, сдохну. Уже со всеми родственниками попрощались. Уже написали там письма страшные. Поплакали, все пострадали. И реально вы можете умереть. Без шуток, вы реально можете от этой херни умереть, потому что вы сами в это поверили, и притянули, и сдохли. Все, извините за грубое слово, сдохли. Ушли в мир иной. Но вы просто сказали, что долбоюб, если так получилось. Потому что вам хотелось умереть, вы и умираете. Живет тот человек, кто хочет жить. Все. Ответ на все вопросы. И каждый медик, каждый врач сейчас со мной на 100% согласится. Если у вас пропадает желание, я бы сказал даже так, не желание, а жажда к жизни, то вы умрете. Потому что человек, который не борется за свою жизнь, она ему не нужна. Вот зачем вам жизнь, если она вам не нужна? Вы не хотите бороться. Все, вы устали. Руки опускаются, любви нет, счастья нет. Ничего нет. Только разочарование и боль. Вот зачем вам эта нахер жизнь всралась? Все, попрощались, родственники поплакались и пожалели. Понимаете, да, что такое тело и что такое психосоматика и давление? Вот. А гипертония – это болезнь, которой нет. Она полностью отсутствует. Я уж молчу про этот... Как, о господи. Ну как там перед гипертонией? Девчонки, забыла. Сейчас помню. Сам не идет ребеночек. Господи, а вы больше, я же матерь, смотрите в инстаграме, у которых правильные дети. Что все дети сейчас у нас вообще в полгодика уже на английском говорят, в полгодика сами осознанно на горшок ходят. А ваш в год там с копейкой ходить только за ручку. Понимаете? И все смотрят с осуждением. Все, дебил какой-то, да. Девчонки, ну просто не смотрите на идеальный мир инстаграма. Ну не смотрите. А, вегетсосудистая дистания. Да, точно, извините. Забыла. Просто я уже давно не слышала о вот этом вот диагнозе вегетсосудистая хрень. Вегетсосудистая хрень. Это вообще не болезнь. У нас ее ставят только для того, чтобы уже... У мужиков же нет. Ставят женщине, чтобы это уже дура с больными тараканами ушла. Все, на тебе справку. Вегетсосудистая дистания. Причем желательно вот так написано. Вот. Вот так. На, написали. Вот. И отправили. Все. На, иди покупай себе таблетки какие-нибудь. Курица, блин. Вот. Еще платить за что-нибудь там. Ну если у тебя тараканы в башке никак не могут остановиться, трахаться, то решай вопросы сама. Мы тебе диагноз уже поставили. И все. До 18 месяцев норма. Господи, мамочки, спасибо, что вы это пишете. Реально. Потому что, когда смотришь реально в инсте, у меня все дети разные. Вот от слова совсем. Акны по психосоматике, смотря в каком возрасте. Если это подростковый период, то в чем проблема, собственно говоря. Ну, да, это нормально. Если женщина в возрасте, там 30 лет, у нее акны, то уже имеет, да. Ну, во-первых, она гормоны, не исключаем. А почему эти гормоны наебнулись? Тоже вопросик. У нас же многие женщины, не имея никакого сексуального опыта, не имея партнера, женщины, которые совершенно забыли, что такое секс, хотя не могли они забыть, потому что невозможно забыть то, чего не было, начинают пить гормоны. Гормоны начинают пить противозачаточные пьют, потом прогестерон поднимают. Нахера? Вот нахера? Просто надо гормонотерапию пройти. Вот, и спасибо вам, потому что казна наша растет, растет благодаря вам, дурам. И такие, как я, женщины, это прям страшное дело, страшное. Потому что, ну, я вслух говорю, что не нужно проходить гормонотерапию женщине, которой не нужно. Редкой женщине нужно пройти гормонотерапию, если там была какая-то операция по-женски, с паническими атаками, как справиться. Да никак, лучше один раз умереть, чем всю жизнь бояться. Да? Ну как, как, девчонки, жопая в косяк. К психологу идем, у меня есть эфиры. Почему я отправляю всегда к психологам, не к себе? Потому что я не хочу вас заставлять приходить в свой клуб. Вы психологу заплатите денежки, все заработают 10, 20, 30 тысяч, 50, я не знаю. У меня за 1600 вы получите намного больше, потому что здесь три психолога. Три психолога, сексолог, профайлер, адвокат, гинеколог в том числе, уроки вокала, как его, господи, фитнес, йога, йога для беременных, фитнес для беременных, тверк, стрипластика, все это каждый день в прямых эфирах, за 1600 сегодня, завтра 1800, после завтра 2000 рублей. Поэтому идите куда ходите, идите, вот есть классный психолог, почему говорю классный? Потому что он дорого стоит. Вот этот, господи, списи фамилия. Что-то с вагиной. Клопковский, вот, к Клопковскому идите, вот он вас научит, девчонки, он научит, какие вы дуры, вот, и все такое, идите, заплатите ему, там, пострадайте, поплачьте, сделайте, как он советует, ну там, как он говорит, хоть, сейчас, господи, эти умные фразы. Хочу и делаю, вот, хочу и делаю. Это классно, фраза подходит всем, особенно, если у вас, есть, ну, счет в банке хороший, вы можете позволить себе, хотите делать. Вот это вообще прям классно, работает его совет тогда. Вот, поэтому идите, платите там ему деньги, он вам посоветует, хороших, даст рекомендации, вот, он знает все. знает все, особенно про женщин, учесть, что он, в принципе, живет с молодой девчонкой, оправдал себе этой фразой, хочу и делаю, ну, он молодец, молодец, я могу только поаплодировать. Ну, ну, блин, ну да, девчат, ну да, вот, поэтому психологу, обращайтесь к психологу, есть Лапковский такой классный психолог, он всех вылечит. Чего трэш? Ну, чего трэш? У меня рост 162, вес 57. 57-55, туда-сюда. Муха укусила меня. Возможно. Может скакать давление от отсутствия секса 12 месяцев? Нет. Может давление прыгать не от отсутствия секса, а от того, что вы о нем думаете постоянно. Думаете, ай, будет ли у меня еще мужик? Вот это таракана в своих гоняйте в голове. А если у меня ничего не получится? А если вдруг я не такая интересная женщина, и я уже не встречу своего мужчину, а если я так и останусь одна? Вот это этого давление может прыгнуть, а не от отсутствия секса. Кто живет? Где кто живет? Сейчас, солнышки. Глупость. Вы говорите, как есть показания гинеколога разные. Вы не врач. Не берите на себя такой ответственности. Вы как тренер отличный. Как я люблю ту форму обесценивания. Прям обожаю. А что я вам рекомендовала, как врач? Ну, скажите мне, пожалуйста. Вы про давление? Солнышко. Ну, вы же вроде разумное создание. Ну, зайдите, блядь, в интернет. Ну, если гугл вам сложно, в Яндекс зайдите. Ну, по Яндексу покопайте. Что такое Чикагская семерка? И все врачи знают уже, что это такое. Но в нашей стране никак не могут к этому прийти. Если вы приходите за диагнозом, то в любом случае вам его нужно поставить. Но если вы пришли, ой, у меня давление, то все. Давайте не забывать, кто такой психолог? Это врач вашей души в первую очередь. Вот. И есть психосоматические заболевания, официальные психосоматические заболевания, доказанные. И в медицине все уже, ну, в России не знаю, насколько на 100%, но уже знают, что такое психосоматические заболевания. психосоматические заболевания. Давление на первом месте. Дальше хотите знать? Астма. То же самое. Сдержанная агрессия. Вы мне сейчас только не тратите. Я столько людей от этой астмы вылечила только за счет йоги, психологии и фитнеса. Все, ничего лишнего. Не, хотите болеть, это ваш выбор. А я вот не хочу болеть. Уберите шнурки, пожалуйста, не мешают. А куда я их должна убрать? То есть, так они не мешают, да? Вы не доктор? Я не помню, когда я последний раз у доктора была, если честно. Мои дети тоже врачей не были. Знаете, почему? Потому что, если ты приходишь, ангел мой, лечиться, то буду тебя лечить. что-то я лечиться не готова, потому что не от чего мне лечиться. Но не хочу я, блин, болеть, но не хочу. Кофту сестры, нет, кофту сестра забрала желтую, костюм забрала. Агрессия, псориаз, все, что с кожей. Кожа, это как лакмусовая бумажка. Сдержанная агрессия. Ага, точно. Кишечник, непереваренная информация. Вот что-то зашло, там развод, смерть, еще какая-то ситуация сложная. А вы не смогли, я не отрицаю медицину, девочки, я не отрицаю, что есть болезни. Но сначала бежим сдавать анализы и параллельно идем к психологу. Параллельно, прям вдвоем. Туда-туда, туда-туда, чтобы вам быстрее вылечиться. Хотите лечитесь таблетками, там, антибиотиками бесконечными, химиотерапию делайте. Ведь онкология-то тоже еще, знаете, я не встречала ни одной женщины с онкологией такой тюфячки. Типа сидит, она такая вся плачет. Это бабы такие, огонь! Это женщины с таким жестким характером. Такие они непокорные, такие они, как бы ты, агрессии, ненависти много, много деструктивной, эмоции внутри. Ну, я вела йогу для онкобольных и была на саммитах для онкобольных. Поэтому я знаю, что это такое. Не по наслышке, не по книжкам, по начитанным, а вживую, как оно есть. И это девочки такие, что палец в рот не клади, нахер, не по локоть, по плечу отгрызет. Поможет разговор с телом? Еще как поможет. Не только с телом разговор, есть еще упражнения хорошие по психосоматике. В институте психологии училась и бизнеса. Что такое гепатит С? Печень. Девочки, шесть часов лекции по психосоматике. А как я сейчас вот так быстренько отвечу на эти вопросы? Чешется иногда грудь. А при чем тут психосоматика? Может быть, белье кружевного вам не идет? Или конкретно это белье не подходит? Давайте не про болячки. Давайте, я с вами согласна. Давайте не про болячки. Ну, просто у нас так любят по врачам ходить, а почему никто не пишет статистику, сколько врачи загубили людей? С хорошим здоровьем. Почему у нас не пишут? Почему у нас стараются всю эту тему как-то закрыть, проигнорировать? Почему? Почему у нас в роддомах до сих пор детей путают? Почему у нас хоронят живых людей? Почему так получается, что обычные прохожие спасают быстрее, чем врачи? Вот давайте об этом поговорим, а? А то вы у нас так любите всех отправлять к докторам. А кто такой врач? Не поверите, сколько ко мне приходят за помощью врачей. Потому что это такие же люди. У них тоже есть страхи, тоже есть фобии. Они тоже переживают, там, что получится, не получится. Тем более, когда операция прошла неудачно. Потеряли там человека или сделали инвалидом. Вы не представляете, сколько там этой правды. Но только вам никто об этом не скажет. И поэтому бежим и свято верим. А вместо того, чтобы свято верить, вы бы лучше, блядь, не болели бы к ебеням, знаете, и врачей лишний раз не дергали по каждой своей долбанной сопле. И бегут, блядь, ой, доктор, у меня сопля из вагины течет. Да ёб ты, ну не надо спать, с кем попало. Ну, шарф вовремя на диван на свою уху. А то у нас любят весна, красна, хуяк, вышли. Похер, что ветер холодный, просто по календарю уже весна. Посмотрели прогноз погоды в телефоне, плюс 20, ну всё, можно в футболках выйти, а то, что на улице по ощущениям плюс 12-13, ещё и ветер и дождь, а похеру. Ну, нам же сказали синоптики, что плюс 20. Понимаете, вот так и мы доверяемся полностью на 100%. И благодаря вам врачи бедные не спят и выезжают на звонки абсолютно пустые. Когда я прихожу в больницу, у меня детские карты, вот, почему? Потому что я по каждой сопле не вызываю врачей, по каждой сопле не бегу к врачам. Сама знаю, как вылечить эти долбанные сопли. Ну, окей, межсезонный переход вот этот, весна-лето там, ой, да, зима-весна, лето-осень. Ну, конечно, будут сопли. Ну, доктора нужны тем, кому действительно нужны, кому нужно операцию вовремя сделать, провести. Вот, кому необходима в эту минуту помощь, а не так, что у нас привыкли все по докторам. Знаете, как я, мне реально их жалко, по всякой херне выезжают. А вот так, как у меня ситуация была с парнем на улице. И мне же многие написали, Марин, а он что пьяный был? Он под наркотиками был? Да вы что, издевались? Как и я еще сопли детям? Аквамарисом мою. Чаще всего психосоматика, но не всегда, опять же, если это детский сад, если это много детей, которые приходят, чихают, кашляют соплями, то вполне возможно, что и ваш ребенок заболеет. Ничего тут удивительного нет. Это меня отправят в общество больных людей с соплями, с кашлями. Да мне пофиг, я просто с перцовкой приду, и все. Коньяк, перцовка, ну вот нет, коньяк не катит, водочка, перцовочка. Я с перцовкой в это общество приду, в кружки. Буду немножечко попивать, и все, у меня такой есть свой ритуал. Вот, а по поводу парня, скажу, что мне многие написали, Марин, а что он выпивший был? А что у него, он под наркотой абсолютно трезвый парень. Просто я видела, как он летел через этот самокат свой, который арендовал. Летел так, что, хорошо, что соседка другая была, собакой, что, потряси попой. Ну вот, сейчас я дела брошу, потрясу. Вот, и мне повезло, что соседка шла, с которой мы знакомы, и я машину прямо на дороге бросила на авариках. Рюкзак там, с деньгами, со всеми делами лежала у меня в машине в открытой, на авариках стояла она, а я к этому пацану вижу, летит красиво, с криком летит. А я медленно туда-сюда катаюсь, ищу парковочное место. И соседка собаку выгуливает, из магазина шла собачкой, и мы вместе с ней. Она стоит на телефоне, скорую вызывает, и причем там столько допросов было, а что, куда, и она уже в трубку говорит, да вы задолбали опрос этот вести. Вы понимаете, что нужно человеку сейчас срочно помочь, приезжайте, вы рядом находитесь, ехать пять минут, вы уже со мной разговариваете пять минут. Этот пацан, я же к нему когда подошла, там на самом деле ситуация очень серьезная была, вот один бы шаг не успела сделать, я не знаю, очнулся бы он когда-либо, или нет, увидели бы его родители, или нет. Я машину кидаю, перепрыгиваю через все эти заборчики с газоном, подхожу и он вот так у него глаза и рот открыл, нервная система полностью отключилась, он назад. Если бы не успела его за шкирку схватить, я прям вместе с ним аккуратно пошла вниз, не ударился головой, затылком, потому что я его прям аккуратно, еще причем на свой кроссовок положила затылком, чтобы он, не дай бог, не утарился. Потом села под него и положила его голову, он так, более-не-менее очухался, я же говорю, тебя как хоть зовут, дай телефон, как тебя зовут, фамилия, имя, отчество, ну мало ли сейчас пацану случится, потому что бывает разное, ударится человек головой, а он через 2-3 часа умер, все, потому что вовремя не оказали помощь, надо обязательно резко ехать в больницу, а у него перелом был, руку поломал, ему гипс, прям вот отсюда, весь на локоть и на кисть наложили, а видимо это болевой шок был, он сознание терял, я-то не теряла сознание, когда руку поломала, поэтому я помню, мне женщина, которая в этом, на склоне меня увидела, говорит, ой, если бы у тебя был перелом, ты бы сознание потеряла, она просто не видела, как я вправляла сама себе руку, когда я его так взяла, вывернула, в колени, вот так оп, вправила, мне было больно, ну просто дети спускаются на лыжах, и не дай бог бы они увидели, что мать в обмороке лежит, скрюченная, вы представляете, какой там шок у детей будет, вот, поэтому, ну, боль терпела, вот так снегом приложила эту руку, чтобы немножко заморозить, иначе я поняла, что отек будет жесткий, и так же пацан, а он поломал, и вот с него прям под градом течет, я, о, поплыл, все, рот открыл, все, на течет, глаза туда, под веки ушли, еле успела поймать его, я не представляю, если бы он упал, и затылком ударился, вот этот перелом руки, рядом бы не стоял, потому что затылком упасть на бетон, это трэш, вот это было бы, он еще высокий парнишка, такой вы видели, да, я ролик снимала, боже смените тему, боже, выйдите просто из эфира, и все, я к чему говорю, что надо вовремя оказать, уметь помощь, а у нас что, ой пьяный, ой алкаш, мне девчонок, знаете, сколько написали, с интересными историями, конечно знакомы с Масей и Сашей, столько отписались с интересными историями, что происходило на море, там, человека спасла, вот, или другая написала, как она на катке упала, и никто не подошел, перелом, никто не подошел, вообще не помог, думали, что она пьяная лежит, представляете, то есть у нас человечность как-то отсутствует, пропадает, сразу говорят, а, к врачу иди, иди к врачу обратись, к какому, блять, врачу ты на катке обратишься, вот мы звонили пацану, вызывали скорую помощь, а ты на минуточку, Кутузовский проспект, и там тысяча один вопрос, буллинг это тенденция печаль, да нет, не тенденция, нет, спасибо вам за обратную связь, насчет клуба, у моей дочки точно психосоматика, она заболевает всегда, когда ей мало внимания, конечно, но вы умница, вы об этом знаете, что у нее есть такая история, абсолютно полусогласна, какая разница, пьян он или под чем-то, это человек, ему нужна помощь, все, ты остаешься человеком до тех пор, пока у тебя есть сочувствие, и ты можешь помочь человеку, все остальное пройти мимо, обосрать, обхаять, а еще хуже быть безразличным, для меня это получеловек, если честно, вот мне все равно, будете вы меня за эту фразу осуждать или нет, вот прям по барабану, ну вот если человек проходит мимо, и делает вид, что его же это не касается, можно уйти просто в сторону, это не человек, не вижу сообщения, вижу, это массажер это, меня что-то уже упрекали, в общем, ты же говоришь, фейсбилдинг это плохо, а я говорю, да, все хорошо, но одним фейсбилдингом, вы не будете красоткой, у меня ребенок болел от психосоматики, болел постоянно, весь первый класс, пришли к психологу, он сказал, ему не нравится ходить, ну, ну так это да, все, и простуда прошла, абсолютно верно, ангину чем вылечить, да нахуй пошлите там, у кого вы хотите послать, прям нахуй, пошлите, вот кто вас бесит, раздражает, и постоянно вы себе на глотку вот так вот давите, чтобы не сказать лишнего, так скажите, пошлите, или вы болеете ваше тело, вот, или вы такой молодец, одуванчик, лицемерный тварь, понимаете разницу, вот между тем, что человек говорит правду, и его тело не болеет, но только не борщить тоже с этой правдой, и она не везде нужна, или человек, который начинает себе держать, казаться для всех идеальным и хорошим, а потом болеет, загибается, Миша помочь, женщин не видел, Миша, ну ничем помочь не могу, я тоже женщин не видела, ага, шла утром, очень быстро приходится читать, бронежка напился, родился нам, чего-то там еще, ну чего напился, у нас 90% в стране бухают, и что ж теперь, это не люди что ли, задайтесь вопросом, а почему они бухают, почему в неосознанном лучше, чем в осознанном, в клубе помимо психологии йоги, есть еще и фитнес, тверкс, трипластика, сексология, профайлинг, сабинэпантус, адвокат Майя Сандлер с вами ведет прямые эфиры, гинеколог, девочки, там вообще много чего есть, и у вас есть возможность, этот эфир я не сохраняю, пока я в эфире, напишите вот сюда в WhatsApp, и вы зайдете в клуб, за 1600 вместо 1800, а через два дня будет 2000 рублей в ход, каждый месяц цена растет, насчет закрутки у нас или нет, вот что-то мне подсказывает, что да, вот что-то у нас собрание делали, опять через Zoom, пение, а, да, вокал, извините, тоже в клубе есть, и у Анечки сейчас еще, причем в октябре будет отдельный марафон по вокалу, прям рекомендую, енотик, привет, вот, и что я хочу сказать, да, закрут, конечно, если уж стали намекать потихонечку издалека, шнурки белые, буквы белые, не видно, а вот Маська бросила бухать, а я нет, а я не бросила, и не собираюсь, как я енота не вижу, я даже поздоровалась с ним, енот у нас в клубе просто, девчонки, я енотика знаю, он у нас в клубе, каждый день на всех эфирах, умница, питание не наше, в смысле, наше, ваше, вот мое питание, вот, пожалуйста, не закроют, вот у меня есть мои калории, много ли бутылку вина в день, не знаю, смотря для кого, для меня нормально, не пей много, не пей много, а то чего, вот, и есть такая история, а то, что, а если вдруг, вот, например, не пей много, а то, что произойдет, вот, что произойдет, если я буду пить много, девчонки, я вам честно скажу, если я буду пить много, ничего в моей жизни не поменяется, вот, но пока я могу себе позволить немножечко выпить, вот, скоро пойду на юг, у меня в планах еще и виноградники, вы представляете, будет свой виноград и свое вино, не купленный, как где-то там виноград и какое-то вино, куда я наклею свою наклейку овчинка, а свой виноградник и свое вино, я еще и найду правильных виноделов, вот, и будет у меня сольничная бухлишка, я буду прям кайфовать, если честно, вот, с большим удовольствием буду прибухивать свой винишко, и винишко, и чачу, собственно, поэтому я планирую переехать на юг, потому что у меня есть чем там заняться, а то женщина уже в возрасте, понимаете, 40 лет, это ж не всю жизнь жопой-то крутить перед экраном, там тренироваться, йогу там вести, хотя мне кажется, я еще, я до гробовой доски буду йогой заниматься, вот, а что-то для души, хотя йога для души, блин, вообще что не косить, все для души у меня, йога для души, привет, Алматы, фитнес для души, винишко для души, психология для души, все, все просто в кайф делаю, ну, хочешься приехать, и освоить вот это искусство, виноденью, а в сумме косметолог, и как видите, я сижу без фильтров, могу прям очень близко приблизить, телефон, несмотря на то, что это жесткий свет, вы меня видите во всей красе, вот синяки, маленький прокольчик, синячок и синячок, все, лбу не знаю, ну, немножко вот тут вот есть, видно, все мои морщинки, поры, ну, вот такая у меня кожа, понимаете, здесь, у меня нет, короче, прыщей у меня нет, особо морщин нет, я знаю просто об этом, откуда информация, что с ноября закроют, девочки, я вам об этом не говорила, это у вас там вот какая-то информация, что с ноября закроют, ну, я вам могу только так сказать, если уж у нас с ноября закроют, то хули вы думаете, идти в клубы, не идти, в ноябре это вообще будет 2200, сейчас у вас вход 1600 рублей, через двое суток будет 2000 рублей, ну, заходите вы пока по нормальной цене, у вас дома будет и психолог, и гинеколог, и адвокат, и фитнес, и тверк, и стрипластика, и все, 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 все это прямые эфиры, чистый лайф, будете дома сидеть и развиваться, заниматься, говорится, нужным делом, ну, ходите до ноября, ждите, когда закроют, вы зайдете за 2000 рублей, за 2200 зайдете, в любом случае зайдете, скучно, понимаете, потому что раскуки на все руки, вот, вокалом заниматься, Анютка уже смеется, ну, правда, тренажер, блин, бежу люкс мне подогнала, она вообще мне маски всегда, тут так получилось, что, этот, я вообще его не заказывала, честно скажу, ну, кайфанула, вот, бежу люкс, я заказывала косметику себе, крем, крем, маски, патчи под глаза, а, случайно, сдэк перепутал, пиздэк, перепутал наши посылки, я открываю, говорю, спасибо, Ленка, блин, как офигенно, как это самое, Марина говорит, ты только не показывай, не дай бог, сторис, те крема, которые я тебе отправила, потому что у меня их нет, это был отдельный заказ, причем, говорит, почему-то клиентка мне не отписалась, что вы перепутали, это вообще девочки, я вам сейчас прикол рассказываю, девочка, которая заказывала крема, сейчас покажу, я все равно этот эфир удалю, подожди, сейчас покажу, Ленка, прости, бежу люкс, сейчас, ну-ка, где-то, Ленка, нахожусь, Ленка, опять же, вы видите, да, болтанную, мучку, ну, так, ну, не пятюк, вы, какимики, не, ну, с ограничен, душно, сейчас, ребят, короче, Ленка, вот эту косметику, отправляла, клиентке, заказчику, она говорит, Марин, ты только сторис, на ней не делай, потому что у меня ее нет, это был отдельный заказ, дорогая косметика, нахеренная, вот, я говорит, я тебе другую пришлю, которую хотя бы можно купить, достать, для, ну, более-не-менее, для всех, вот, и там с этой косметикой лежал этот тренажер, этот массажер, я говорю, она посмотрела, говорит, ты откуда этот массажер взяла, говорю, как, ты прислала, говорит, мобченька, Идрит, мадрид, говорит, это же не тебе посылка была, я говорю, ну, сорян, Лен, говорю, все, уже у меня, говорит, а та-то, ты чего молчит, а та молчит, почему, потому что там же маски, зонтик в подарок, много разных подарков, она мне всегда отправляет, Bijou Lux, вот, ну, ну, я зато оценила, офигенная качество, офигенная косметика, тренажер тоже клевый, вот, так что Bijou Lux, меня вот так снабжает косметика, я ничего не покупаю в магазинах, в плане для лица, патчи еще офигенные, сейчас покажу, блин, это вообще бомба, мешки убирает, сейчас покажу, если патчи разные, не ков, все такое, а вот эти вот патчи, они с артишоками, ешьте, смотрите, они с артишоками, офигенные, вот, артишоки, с артишоками, эти самые патчи, зеленые, выглядят так себе, да, согласна, но они бомбиты прям, утром встаешь, на,